Титан Квест После того, как вышла Диабло 2 Она действительно была интересна И сейчас прошло 10 лет И легенда Титан Квест Опять возникла в новой обертке Называется Аниверсари По-моему, такое название еще Тамбрайдер имел Там есть частей Переводится как годовщина Ну, типа 10 лет, наверное Так, что нам сегодня предлагают в этой игре Ну, сюжет все тот же остается С дополнением там, которое было Но она вернулась в новый Такой оберточки, хочу опять повториться Будет более напористая Расширенная и отлаженная До блеска Появились дополнительные материалы Как новые герои и боссы Улучшили функционал Доработали интеллект врагов Исправлен баланс И ошибки Появилась настройка с поддержкой Высоких разрешений 1920 на 1080 Так что четкость И Скажем так Картинка станет намного Приятнее глазу Ну что ж, теперь нас ждет Приключение Эпичное Давайте посмотрим на эту графу На все, что тут доделали Хотя я уже плохо помню Что там было В старом Титане Квасте Чтобы какие-то сравнения Такие серьезные делать Так, давайте так Как же мы Назовем нашего Максимуса что ли Я прям не знаю Но он такой типа, да Воин зверский А не подождите Давайте назовем Как-то Греческой мифологией Чтобы было связано Какой-то, блин Я даже не знаю О-о-о Ахиллес О Круто Круто, я думаю, да Так Цвет туники У нас даже может быть Я не знаю Пускай будет белая, да Так Один игрок Норма Сложность Эпосы Легенда нам пока Недоступны Создаем Ахиллес Смотрите, какой Красавчик Ху-ху-ху Первый уровень Так Создаем, да У нас он и создан Давайте начнем тогда Так Да, реально Я сейчас буду все вспоминать Боже, когда я играл в эту игру Это была классика Однажды Солнце потускнеет И тьма Опустится на мир Стоявшие веками храмы Будут разрушены Исчезнет рай И боги Бегут на землю Однажды слабый Возьмет верх Над сильным Рапсоды Перестанут Петь И возьмутся За мечи В эти темные Времена Родятся Могучие Герои Ух, это типа мы Могучий герой Хорошо Так, я вот помню эту загрузку Хм Да, сейчас будет что-то вспоминаться мне по ходу игры Оу, ееее Ну да, картинка стала более детальна Это правда Так Ага, тут ходить нажатием, да? Так Общение с людьми Я понял. Дополнительная информация это задание у персонажа. Отлично. Так. Что у нас тут? В принципе, тут всё есть. Карта вот есть даже у нас. Смотрите, как всё прекрасно. Кстати, по-моему, карту можно увеличить. Я не помню. Как? Ага, вот так. Хорошо. Пока подсказки пускай у нас появляются. Конечно, помогу. Ни хера себе вопроса. Но эти курипы, они не улетают. Водичка, кстати, стала симпатичная. Ну что ж, давайте им навешаем. А ну подождите-ка. А я хотел бы зайти в... Так. Что у меня? Только меч, да? 4.8 единиц урона жизни. 300 энергии, 300. Примерно силы, телек, ловкость. Всё уровняли. Сопротивляемость у нас вообще тут жопская. Огню, холоду, молнии, яду. А это что у нас физическому, да? Да. Проникающий урон назвали. Видите, как? Средний урон 10. Скорость атаки 106, урон в секунду 10, защита 0. Всё, короче, в жопе, потому что у нас реально ни херища нету. Я думаю, вы сами видите. А что за дополнительно? Ага, восстановление жизни даже у нас есть. Скорость заклинаний, скорость... Понятненько. Хорошо. Сложность норма. Окей. Давайте походим. А это кто такой? Тимей какой-то. Бедный фермер. Тебя должны быть послали боги. Конечно. Пожалуйста. Там на поле. Они собираются убить мою лошадь. Вот суки. Так, журнал заданий. Хорошо. У нас есть журнал заданий. Давайте посмотрим. Ага, вот она. Спасти лошадь Тимея. И можно диалог даже включать, да? А это что у нас получается? Ага, первый акт. Тут пусто. Хорошо. Так. Ну давайте, почему бы нет. Где этой сатиры? Оу. А ну, отвалили от лошади. Есть. Оу. Даже что-то выпало. Так. Кожаный нагрудник. Медный ручный топор. Ой, берём всё. Так. А ну-ка, давайте глянем. Нагрудник. 8 единиц защиты. Необходима сила 48. У нас, слава богу, 50. И топорик есть у нас. 7.13 единиц урона. Ого. Скорость очень быстрая. Проникающий урон 15%. Скорость средняя. Ну давайте, пускай будет. Топорик. Так, топорик. Так, давайте тут пробежимся, что ли. Может тут что-то есть? Нихренища нету. Сейчас должны получить, наверное, за задание выполненные очки опыта. Моя лошадь спасена. Спасибо тебе. Но я не один попал в беду. Эта дорога ведёт к моей деревне, Гелосу. Там полно чудовищ. Они повсюду. Понятно. Так. Обновлено нам, да? Вот. Если узнать причины напасти в Гелосе. Так, хорошо. Эта лошадь. Всё, что у меня есть. Огромное тебе спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста. Все ворота охраняются. В поисках убежища сюда приходят землепашцы и скотоводы со всей округи. Вот наша тут строка опыта. Я вижу, тут чуть-чуть уже есть. Сейчас будем топором рубить. Хорошо, кстати, что деревья становятся прозрачные. Ну или пусты даже, да? Например, лучшая видимость. Ой, сатиры. Ой-ой-ой, напали на охрану. Сукины дети. До свидания. Вы знаете, по-моему, эффекты как-то очень тихо звучат. Я бы их, наверное, чуть-чуть громче сделаю. Так, эти ребята разговаривать не хотят. О! Здравствуй, я Эссон. Капитан стражи этой маленькой деревни. Мы еще держимся. Но что толку? Если чудовище уничтожат поля, нам конец. А все этот проклятый шаман. Диамет в отчаянии рвет на себе волосы. Жители деревни по очереди стоят на страже. У нас плохое оружие, его не хватает. Но какое это имеет значение, если ты сражаешься за свой дом и семью? Я согласен. Фонтан с воскрешением. Отлично. Ага, если мы здесь, если мы сохранимся, или нас убьют, ну, или загрузим, имеется в виду, заново и грубым загружать, или убьют, то мы здесь возле фонтана появимся. Все, я понял. Так, давайте с этим миди поговорим с ним. Сами боги благословили воду в этих фонтанах. Да что ты. Говорят, что если ты прикоснешься к такому фонтану, твоя душа и запьет из него. И если погибнешь в бою, тело твое перенесется к фонтану, и ты воскреснешь. Вот о чем я и говорил. Если ты выпьешь из другого фонтана, твоя душа будет привязана к новому месту. О, видите, как оно хорошо. Где мы привяжем себя, там и будет. Отлично. Давайте поговорим еще с Диамедом, староста. Добро пожаловать. Я Диамед, староста этой деревни. Ты говоришь, что по пути сюда тебе пришлось сражаться? Если это правда, то, умоляю, нам нужна помощь. Чудовище, возглавляемое могущественным сатиром-шаманом, появились несколько дней назад и прогнали нас с полей. Мы с трудом защищаем ворота, и никто не в силах ничего сделать. Наши поля на той стороне реки, через мост. Шамана в последний раз видели на полях, неподалеку от лесов Геллоса. Пожалуйста, избавь нас от этого колдуна. Мы заплатим тебе, чем сможем. Угу, понял. Хорошо. Так, задания обновились. И сразу тут нападение. Давайте дадим им прикурить. Видите, я настроил, показывает, когда критические уроны, там выбивается сразу цифра. Плюс я под себя, конечно, раскладку клавиатуры поменял. Мне удобнее было нажимать там на зелье, энергии жизни или на карту задания, там и выйти в персонаж. Видите, тут сразу видно, что настроечка под меня сделана. Я советую всем это делать. Довольно удобно. Пожалуйста, наши дома и семьи в опасности. Они уничтожают посевы. Наш единственный источник пищи. Понял, понял. Я в курсах, что у вас там беда. Давайте еще здесь поболтаем. Эта подруга что-то расскажет. Муза, не спошли на меня вдохновения. Я хочу рассказать о величайшем герое, сыне бога Зевса и простой женщине. О человеке по имени Геракл. Могучий Геракл, которого ненавидела Гера и любил Зевс, сражался со страшными чудовищами. Победил он и немейского льва, и многоглавую гильдру, и риманского лепа. Двенадцать подвигов Геракла. По преданиям, он совершил двенадцать подвигов. Говорят, однажды Геракл подменил Титана Атланта и некоторое время удерживал на своих плечах небо. Я читал, кстати, двенадцать подвигов Геракла. Где же сейчас герои? Хотя бы наполовину такие же могучие, как Геракл. Так ты его уже встретил, этого героя, это я. Что стало с Гераклом, ты спрашиваешь? Боги даровали ему бессмертие и вознесли его на Олимп. Счастливчик. Я тоже хочу на Олимп. Так, давайте еще побродим здесь. Что здесь еще есть? Ага, можно что-то купить. Погонщик, торговец. Тебе нужно подготовиться к путешествиям. Это опасно. Купить здесь то, что тебе нужно. Ой, медленная скорость, средняя, девять, шестнадцать. Сколько оно стоит? Ага, у нас есть пятьсот золотых. Девять, шестнадцать. А у нас? Тут палка, конечно, еще похлеще. Восемь, двенадцать. Ну такая, блин, она... Кстати, она... В одну руку или в две? Тут непонятно. Так, а может щит хоть бы взяли какой-то? Да, давайте что-то купим себе совсем другого. Так, из щитов. Бля, у нас денег на все не хватит. Я не знаю даже, что брать. То, что нам допустимо, и то, что у нас по баблу. Давайте щит возьмем. О, отлично. На шлем все, у нас уже денег просто не хватается. Три чем-то копеек. Тоже все. Цены, конечно, серьезные. Кольца. Перепродажа. Хорошо. Так. До свидания. Счастливо. А это что там придумает? Приветствую тебя. Ты можешь оставить у меня свои вещи. Отлично. Вот я не помню, ли это было. Склад, честно. Вот я не могу вспомнить. Добро пожаловать. Ага, правая кнопка можно продавать. Хорошо. До встречи. Счастливо. Тебе не хворать. О, блин, надо обойти. Не хочет перепрыгнуть парканчик. Чудовище. Они сжигают и уничтожают все на своем пути. Я в жизни такого не видела. Хаос и разрушения. Я этого не вынесу. Сатиры на наших полях. Они уничтожают посевы. Если это будет продолжаться, мы просто умрем от голода. Ну, я понял. Так, тут мы поболтали. Что у нас еще осталось? Ага, вижу. А это что? О, портал. Отлично. Это очень древние алтари. Говорят, сам Прометей, принесший нам огонь, создал их. И люди в древности могли через них путешествовать. Угу. Немногие могут воспользоваться ими в наше время. Только те, кого боги наделили силой, и еще меньше людей, способны перемещаться к ним с помощью обычного камня. Так говорится в преданиях. Понял. Ага, хорошо. Пока что понятно. Ну, будем видеть. Будем находить, будем телепортироваться. О! Уходи, если тебе нужно. Но нам нужна твоя помощь. Поля находятся на другом берегу реки, через мост. Пожалуйста, вернись и спаси наши поля. Понял. Это я уже потом сюда пойду. Хорошо, все. Иду я спасать ваши поля. Выбора у меня другого нет. Да и мне опыта нужно чуть насобирать. Давайте тут полазим. Пастбище. О-о-о-о. Блядь, Каркуша, ты что, охеревшая? Ух ты, блядь, смотрите, сколько перьев с него посыпалось. Ух ты, блядь. Отлично. Давайте еще укрутим этого, блядь, хищного вепря, блядь. Второй уровень имеет все-таки. Мы первые пока что. О, разогнался. Я думал, сейчас нас, блядь, влупит. Бивнем своим. Что-то с них нихера даже не падает. Какие-то, блин, бедные. Ёлки. Я надеялся, что-то выпадет. Так, это нам пока не надо. Объявление. А, вот еще один малыш. Пошел нахер. Отлично. Так. Пока что потихоньку поднимаем уровень. О, наконец-то. Шкура вепря. Так, что тут нам пишут? Блядь, тут так плохо видно. Это религия и амулеты, что ли? Для улучшения какой-то херни. Чтобы их использовать, щелкни правой кнопкой на иконку инвентаря. Что ты говоришь? Инвентаря иконку. Ага, часть амулет, один из пяти. Одна единица защиты дает. 2% сопротивляемость кровотечения. Необходим уровень игрока 3. Значит, если мы найдем все эти части, будет шкура вепря. Отлично. Да, я помню, здесь свои фишечки есть в этой игрушке. И мне это всегда нравилось. Пошли в жопу, суки. Смотри, они огненные имеют факелы. Ну, факел, в принципе, сам по себе огненный. Но это же так выразился. Ой, факел. Не знаю, нахера я это все собираю. Ой-ой-ой. Оно свалило отсюда. Птичка. Ага, хорошо, что, кстати, жизни собираются в одну кучу. Видите, там три. В одной этой херне находится. Ржавый ручной топор. Что за топор? 7.14. 7.13. 7.13. Ну, тут он получил урон имеет. Хотя средний урон все равно остался такой же самый. Так, а что с этими факелами? 3.9. А что не стоит? Он не показан нам. Ага, урон от огня еще 6.10. Ничего, так, в принципе... Ну, пофиг. Давайте пускай пока что так будет. Так, хотелось бы здесь все сейчас осмотреть. С этой стороны. Оу. Все, бежит на меня и все. На, пошел нахер. Тут, кстати, можно приближать и отдалять. Смотрите, уго. Давайте так сделаем. Мне довольно комфортно. Так, инвентарь у нас довольно большой. Давайте еще тут все осмотрим. Какая-то дорога. Блядь, здесь довольно большая, кстати, площадь. Хорошо, что инвентарь довольно вместительный у нас. И, кстати, классно видно, когда падают вещи с чувака. Оу, потише-то. Так, что у нас тут есть? Сейчас приду все нахер продавать. Ой, тут перебили этих говнюков. Молодца. Во время урожая все жители деревни работают на полях. Урожай нужно собрать и подготовить для хранения. Мы приносим дары Диметрия, богине плодородия. Три дня назад пастушенок прибежал и начал что-то кричать о сатире. Мы ему не поверили, но оказалось, что он прав. Век бы не видеть этих сатиров. Понял. Давайте еще посмотрим, что в этой части. О! Так, я уже хочу уровень поднять. О-е! Повышен уровень. Хорошо. Ты не можешь поднять больше. Да что ты. Давайте идем продадим это все. Так, давайте сначала глянем, что у нас тут добавилось. Так, жизнь, энергия, сила, интеллект, ловкость. И сколько у нас очков есть? Ага, понял. Сила, интеллект, ловкость, энергия. И жизнь. Хорошо. Так, и... И на control, что у нас тут появилось? О! Черпая силы из моря грез, привидеть, использовать силу разума, чтобы… демонстрировать подвою бою. Так… что там, тёмные, какие-то души, время, какие-то секреты разума, тень, охота, природа и защитник есть. Блин, я даже не знаю, что брать, земля, вот, тут, кстати, прикольно можно, вот я не помню вот эти грёзы и тени, не помню, были ли они или нет, это что-то может даже и новое появилось здесь, типа-то эссасин, защитник, прикольно, конечно, будет мощный, капец. Давай защитника берём. Так, а что у нас тут, очки, где есть где-то, что я могу-то что-то сделать, да? Сотрясающее даро времени оглушения, шанс на секунду, так, атак, с некоторой вероятностью оглушает врага, а, боевой инстинкт. А это что такое? Ношение доспехов, следующий уровень. Шесть процентов поглощения брони, тут есть какая-то херотень. О, удар щитом, отлично. Так, а что ещё мы можем тут? Понял, всё. Так, а как мне удар щитом делать? Ага, это пить. Блин, мне надо как-то это всё распределить. Это вообще возможно? Пока что я не могу понять, как сюда это тыкнуть. Назначение умений. Правой кнопкой. Ага, вижу. Всё, правой кнопочкой. Ага, вот он, удар щитом. Хорошо. Давайте идёмте всё продадим быстренько. Ой-ёй-ёй, тут всё валяется, это же прекрасно. Не забудь про доспехи для защиты рук и ног, они тоже пригодятся. Блять, стоит это, конечно, херня. Я уже смотрю, есть ли вообще смысл это собирать, честно говоря. На шлем не хватит, на поноже мне не хватит. Я надеюсь, мы ещё увидимся. Ты можешь оставить свои вещи у меня. Склад, да, давайте это сюда. До встречи. Тогда я не буду такие вещи собирать, что я буду по три копейки, бляд, вот это вот. Лук нахер не всрался. Пошло уже по ручной топор. Ржавый. Уже есть у меня такой. Хватит, спасибо. Да, карта, если бы побольше была, было бы неплохо. Медный нож. А, кстати, здесь ещё дороги никакой нету. В сторону. Да, здесь уже тупик. Хорошо. Так, давайте искать какого-то другого цвета вещи. Здесь по-любому они должны быть. А-а-а. А шо, птицам бить не может? Щитом. Или он восст... А, удар восстанавливается. Вот суки. Так, тут пожар какой-то. Так. Ага, вижу. Пошла нахер. Где-то здесь сейчас, наверное, будет шаман. Эти почему-то убегают, говнюки. Ой, алтарь восстановления. Это прекрасно. Оу, потише там. Отлично, влупили ему разок. Пошёл ты в жопу, парень. Так, надо эту всю его помощь зафигачить сначала. Так, а теперь мы лично с тобой будем воевать. Тёмный сатир. Так, на всякий случай. Бля, он четвёртого уровня? Конечно, блядь, он охеревший. Еее. О, жёлтые вещи попадали, отлично. Это берём. Посох берём, можно продать. Лёгкий пояс ловкости. Медный вдаг, лёгкие жены по ноже, да? Что тут ещё есть? Какой-то щит. Копьё можно, грубо, копьё. Давайте посмотрим, что за копья. Треснутая палец. Так, давайте теперь глянем. Что мы тут насобирали? Так, колечко. Неупадим уровень 3. 3-4 единицы энергии. Всё восстановление. О, это хорошее кольцо. Я его себе здесь ставлю. Это чё такое у нас? Лёгкий пояс? Так, это уже настало на её восстановление энергии. Здесь и не с защитой. Хорошо. Куда этот пояс? Ага, вижу, куда? 8 единиц защиты. Это что? 9 единиц. Но здесь есть свои ловкости. Да, это мы тоже оставляем себе. 8 единиц урона. Дальше есть единиц. Тут 10 единиц урона. Понял. Это продаём. Всё, понял. Так, ну что, мы этого сатира ушатали, короче. Ой, сундук тут ещё есть. Ой, чувствую хорошие вещи. Золотишко. Так, давайте глянем, чем мы тут собрали. Это продавать. Это всё продавать. Нам копьё не надо. Сила 58. Я понял. Это куда? Ага, я понял. Так, это тоже я сюда ставлю. Так, эти вещи можно одеть. Когда мы третий уровень сейчас поднимем, у нас пока что ко второму, по ходу, идёт это всё дело уровню. Отлично. Так, вернуться в деревню. Понял. Сейчас вернёмся. Чё это было здесь за хрень такое? Какая-то вылезла. Так. Такая небольшая карта, в принципе, довольно легко прошли. Так, а какое задание, как оно у нас называлось вообще? Сатира шамана. Угу. Ну, реально, четвёртый уровень он был. У нас был туда, получается, второй. Разница, конечно, в два раза. Так. А вот и мостик. Хорошо. О, так. О-о-о, уже там что-то хотят нам рассказывать. Что-нибудь ещё? Конечно, я хочу продать. А эта палка что-то должна стоить. У-у-у-е. Так. А бы шлем нам бы взять. Десять их защитий. Пускай будет. А, вот. А, по-ноже есть у нас, вон. А что здесь должно быть? А, здесь вот это вот, наверное, то, что мы собираем знак. Понял. Автор сортировка. Не всралась она мне. А, можем его поворачивать. Такой именно зверь. Так. И кольца у нас ещё, да? Ну, кольцо у нас оно есть. Не хватает. Уровень героя. И можно ещё второй вариант ему использовать. Ну, хорошо. Давайте так. Так. Всего хорошего. Так. Хранить нам, в принципе, нету смысла. Сейчас ничего. Я жду. Ну. Хотя, подожди. А, пофиг. Пускай будет. Буду носить вещи у себя. Да, не за что. Как этот крутит здесь головой? Опасаюсь, что завтра чудовище появится снова. Но, по крайней мере, нам удалось собрать часть урожая. Возьми это золото. Я знаю, это немного, но, пожалуйста, разыщи в спарте генерала Леонида. Поговори с ним от моего имени. Попроси прислать несколько воинов к нам на помощь. И побыстрее, пока на нас не напали снова. Обновлено задание, награда. Тысячу единиц золота. 150 единиц опыта. И спартанцы на войне, да, задание? Пожалуйста, поговори с генералом Леонидом в спарте. Я уверен, что он пришлет подмогу. Угу, хорошо. Наши поля и жизни спасены. Мы благодарим тебя. Не за что. Опа. Опасность миновала. И все это благодаря тебе. Часть урожая спасена. Мы не будем голодать зимой. Так, давайте послушаем эти благодарности со всех сторон. Немногие могут вас... Спасибо тебе. Пусть Гермес хранит тебя по дороге в Спарту. Угу. Да. Эта дорога ведет в Спарту. Она сразу за Лаконий. Понял. Так, с кем тут еще можно перетереть? Так, тот про легенды рассказывал. Это нам не интересно. Так, все, давайте здесь, наверное. Получается, что здесь мы должны будем появиться, да? Хорошо. Давайте уже в следующем видео продолжим. С вами был Олегович. Это канал Олегович Геймс. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok